Парижский мир. Система подписанных в Париже и Версале при посредничестве французского короля Людовика XVI договоров, завершивших американскую войну за независимость между Великобританией с одной стороны США, Францией, Испанией и Нидерландами, с другой. Предыстория. 30 ноября 1782 года. Предварительный договор подписан представителями США и Великобритании. 20 января 1783 года. Предварительный договор между Великобританией и Францией. 2 сентября. Предварительный договор между Великобританией и Нидерландами. 3 сентября. Три больших договора между США и Великобританией. Между Британией и Францией. Между Британией и Испанией. Договор между США и Великобританией. Договор между США и Великобританией был подписан 3 сентября 1783 года. В гостинице «Хотел Дайорк». С американской стороны договор подписали Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Джон Джей, а с британской стороны Дэвид Гартли. Документ был ратифицирован Конгрессом Конфедерации 14 января 1784 года и королем Георгом III 9 апреля 1784 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся в Париже 12 мая 1784 года. Договор состоял с 10 статей. Великобритания признавала 13 колоний в качестве суверенных и независимых государств и отказывалась от каких-либо претензий на управление. Ими, их территорию и собственность устанавливалась граница между США и Британской Северной Америкой. США предоставлялось право рыболовства на Большой Нью-Фаундлендской банке и в заливе Святого Лаврентия. Признавались обязательства по выплате законно возникших долгов кредиторам обеих сторон. Конгресс Конфедерации должен был убедительно рекомендовать штатам принять решение о выплате компенсации за конфискованную собственность логилиста. США обязались предотвратить дальнейшую конфискацию собственности логилиста. Освобождались военнопленные обеих сторон. Британская армия подлежала немедленному выводу с территории США, воздерживаясь от повреждений или вывоза американской собственности. Документы, архивы, записи и ТП, принадлежавшие штатам или их гражданам и оказавшиеся в распоряжении армии Великобритании, подлежали возврату владельцам. Обе стороны получали вечный доступ к Миссисипи. Территории, захваченные сторонами после подписания предварительного соглашения 30 ноября 1782 года, подлежали возврату без компенсации. Ратификация договора должна была произойти в течение шести месяцев после подписания. На практике некоторые пункты этого договора были нарушены. Так, решения о выплате компенсаций лоялистам приняты не были, а их собственность продолжала конфисковываться. Например, в зачет долговых обязательств некоторые штаты приняли законы о запрете выплаты долгов британским подданным. Британские солдаты вывозили с собой чернокожих рабов. По состоянию на 1 ноября 2007 года в силе оставалось только статья 1. Прочие договоры по остальным договорам Британия уступала Франции право на Сенегал и Табаго, Испании право на остров Минарку, восточную часть современного Никарагуа, так называемый берег москитов и прибрежную часть Флориды. Голландцы уступали англичанам-негопатам в Индии и открывали Малакский пролив для их судов.